Следствием и судом установлено, что водосток целый год до трагедии не проводил оценку исправности технического состояния ливневки на данном участке. 32-летний заместитель главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации муниципального водостока Сергей Пинчук признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд назначил Пинчуку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Напомню, дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности было заведено и в отношении владельца гостевого дома, в котором мальчик отдыхал с бабушкой, возле которого провалился в канаву. По данным следствия, обвиняемый, нарушая строительные требования, самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту, которая располагалась над ливневой канализацией. При этом он не оборудовал проход перилами или ограждениями. Суд Лазаревского района Сочи уголовное дело закрыл в связи с достижением договоренности о выплате потерпевшей стороне 150 тысяч рублей.